О капиталистическом благополучии Читатель «Рабочего пути» задаёт вопрос, бытует мнение, что капитализм всегда делает общество благополучным. Хотя экономист Бузгалин вроде говорил, что только 20% капиталистических стран живут хорошо, остальные плохо. Действительно, буржуазная пропаганда старается всеми правдами и неправдами навязать трудящимся мнение, что капитализм делает общество благополучным. Только большинство граждан бывших социалистических стран, если и разделяли это мнение, поверив буржуазии, то довольно недолго. Как раз до тех пор, пока не почувствовали этот капитализм на своей шкуре и не получили возможность сравнить новообретённый буржуазный рай с потерянным социалистическим обществом. Среди российских граждан уже немного таких, кто считает, что капитализм делает общество благополучным. И чем дальше, тем меньше их остаётся. Иначе не может и быть. Опыт лучший учитель Мы лишились всего, что у нас было в СССР, возможности свободно трудиться на благо всего общества, возможности гордиться званием рабочего человека, уверенно смотреть в завтрашний день, бесплатно лечиться и учить своих детей, приобщаться к культуре и искусству. И самого главного возможности – жить в обществе, построенном на принципах товарищества, солидарности и взаимопомощи. Взамен этого мы получили возможность любоваться на наглые рожи олигархов и их сумасшедшие затеи, на их яхты и дворцы, на их кутежи, измены, разводы, женитьбы, о которых СМИ считают нужным оповещать всю страну. Мы получили бесправие рабочего человека и произвол капиталистов, жизнь по волчьим законам, скверну, похабщину и продажность всего и вся. В таких условиях мало кто может продолжать верить во вбитую нам в головы перестроечную ложь, что капитализм делает общество благополучным, ведь действительность её на каждом шагу опровергает. И именно поэтому буржуазные идеологи ищут новые способы внедрить нам в сознание всё ту же мысль, что лучше капитализма ничего нет. Они начинают игру в объективность. Скрипя сердце, признают язвы капитализма и достижения социализма, но со многими оговорками, и в итоге вывод, следует всё тот же якобы капитализм, более удовлетворяет запросы человека, чем социализм. Вот, к примеру, Авбуз Галин, российский учёный, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ. Говорит с высот своего научного знания, что, мол, всего 20% капиталистических стран живут хорошо, остальные плохо. Прав ли он? Возможно, ему стоит верить, ведь он ещё и ко всему прочему позиционирует себя сторонником социализма, проповедуя идеи демократического социализма. Однако тут всё не так просто. С первого взгляда кажется, что Буз Галин разоблачает капитализм, говорит честно и прямо. Кто-то даже может вообразить себе, что Буз Галин прямо-таки борец за социализм, что он клонит к тому, что капитализм враждебен большинству человечества, а значит должен быть уничтожен. Ничуть не бывало. Вся эта честность и откровенность нужна буржуазному профессору и идеологу, прикрывающемуся социалистической одёжкой, с одной целью уверить нас в своей объективности. И сделав это, поговорив о том, что и у капитализма, и у социализма есть свои плюсы и минусы, продемонстрировав свою якобы непредвзятость, он аккуратненько подводит нас к выводу, что капитализм всё же лучше. Ведь 20% капиталистических стран живут хорошо. Значит, нам только и остаётся, что оказаться не там, где 80%, а там, где 20%. И всё у нас в России будет в порядке. Что для этого надо сделать? Всё, что мы уже много раз слышали от других буржуазных деятелей, улучшить наш российский капитализм, то есть усилить роль государства в экономике, бороться с коррупцией, покровительствовать честным капиталистам и прочее. Только всё это не отменит факты эксплуатации одних людей другими, а значит и нищеты и неблагополучия миллионов. В итоге оказывается, что вся его объективность была нужна ему только с одной целью – чтобы искуснее обмануть и навязать нам свою буржуазную идеологию, закрепив тем самым господство класса буржуази в нашем обществе. В чём главный обман Бузгалена? В том, что он говорит абстрактно и не поясняет нам, что значит «хорошо» и кому, собственно, хорошо. А ведь именно это и есть самое важное. К примеру, у нас в России около 2% населения имеют возможность жить очень хорошо. Прохорову, Абрамовичу и им подобным грех жаловаться на жизнь. Так что, с точки зрения этих господ в России, всё обстоит вполне благополучно, и мы живём очень даже хорошо. То же самое можно сказать и о тех капиталистических странах, которые принято считать благополучными. Хорошо в них живёт ничтожно малая часть населения – те, кто присвоил себе средства производства и благодаря этому имеет возможность жить за счёт чужого труда. Не бедствует и их обслуга чиновники, которые им служат и поддерживают их власть, буржуазные интеллигенты, которые пропагандируют в обществе буржуазную идеологию, вводя в заблуждение трудящиеся массы и очень небольшой слой привилегированных рабочих, профсоюзные деятели и прочее, которых буржуазия покупает подачками, чтобы через них иметь влияние на весь рабочий класс. Все остальные, а это миллионы и десятки миллионов человек в каждой капиталистической стране мира, подавляющая часть населения видят мало хорошего. Наемное капиталистическое рабство, зарплата, достаточная только для того, чтобы восстановить свою рабочую силу и продолжать создавать прибавочную стоимость для хозяина, постоянный страх потерять работу, нужда, бесправие и униженность. Такова участь рабочих, неимущих во всех капиталистических странах, в том числе и в тех, которые формально считаются благополучными. Вспомним, например, как в благополучной Латвии министр здравоохранения предложила тем, кто не имеет средств лечиться, пойти на эвтаназию и таким образом избавить от себя буржуазное общество. Этим она показала две вещи. Во-первых, что в этой благополучной буржуазной стране есть люди, для которых лечение – роскошь. А во-вторых, что жизнь этих людей для буржуазного государства ничем не дороже жизни животных, которых хозяева, если они становятся по каким-либо причинам им в тягость, отправляют в ветеринарную лечебницу и усыпляют. Вспомним кварталы красных фонарей в Амстердаме в благополучной Голландии. В этих кварталах сотни женщин стоят голые или почти голые в витринах магазинов, ожидая своего покупателя. Они окончательно превращены в товар, окончательно лишены человеческого достоинства. На них даже выбивают чек, как на купленную в магазине колбасу или рыбу. И вряд ли они идут на такое унижение от большого благополучия. Они продают себя от безвыходности, от нищеты, от того, что в этой сведу очень даже благополучной стране делается все, чтобы развратить женщин, обеспечив тем самым товар для содержателей публичных домов и предметы забавы для тех, кому действительно живется хорошо. Какую бы благополучную страну мы ни взяли, мы обнаружим, что действительно хорошо там живет ничтожное меньшинство, олигархия, буржуазия. Это можно сказать и о Германии, и о США, и о Великобритании. В то же время, если мы возьмем страну, явно неблагополучную, например, Украину, то на фоне страшного обнищания и бедствий огромного большинства украинцев мы видим людей, которые и в это время в условиях гражданской войны живут себе вполне хорошо, и в ус не дуют, и даже стали жить лучше, чем прежде. Кому война, а кому мать родна, говорит русская пословица. За примерами далеко ходить не надо у всех на слуху известный украинский олигарх Коломойский, который благодаря майданному перевороту и войне на Донбассе колоссально увеличил свое состояние и прибрал к рукам новые лакомые куски собственности, позволяющие эксплуатировать ему тысячи украинских рабочих. Нам могут сказать, что мы не в ту сторону разворачиваем, что когда говорят «страна живет хорошо», это означает, что в этой стране средний уровень жизни населения выше, чем у других стран мира. Давайте посмотрим и с этой стороны на благополучие при капитализме. Что такое средний уровень жизни? Это среднее арифметическое, когда все доходы населения складываются вместе, а потом делятся на общее число граждан этой страны. Это как средняя температура, по больнице у кого-то 40 градусов, и он при смерти, а кто-то остывает в холодильнике в морге, но в среднем температура у них 36,6С, и они абсолютно здоровы. То есть кто-то омарами обжирается, оставляя за обед стоимость квартиры, а кто-то и куска хлеба в день не имеет. При этом средний уровень жизни возрастет, если у первых на обед будут уже не омары, а блюда из соловьиных язычков, стоимостью в три квартиры, а положение вторых не изменится или даже ухудшится. Сравнение понятно? Оно верное и полностью отражает истинное положение дел в капиталистическом обществе, для которого применение такого рода средних цифр категорически неприемлемо. Можно сразу сказать, что те, кто ими оперирует, заведомо хотят обмануть своих читателей или слушателей. Но это, конечно, не значит, что положение трудящихся во всех капиталистических странах абсолютно одинаково. Оно одинаково в общем и целом в том, что рабочие повсюду угнетены, бесправны, зависимы от воли и настроения господствующего класса буржуазии, и что материально они всегда живут многократно хуже своих работодателей и их обслуживающего аппарата. Но если смотреть конкретно, то мы увидим, что есть некоторые страны, где жизнь наемных работников в материальном плане несколько лучше. Чем во многих других странах, например, ниже безработица, больше социальных гарантий, имеется какая-никакая правовая защита и прочее. Это в первую очередь страны так называемого капиталистического центра, которые живут не столько за счет эксплуатации рабочих своей собственной страны, сколько за счет паразитирования и грабежа народов других стран мира. Полученную от этого грабежа сверхприбыль буржуазия стран капиталистического центра, империалистических стран используют, чтобы подкупать рабочий класс, кидать частичку своих прибыли и своим рабочим, увеличивая их зарплаты и делая доступными для них некоторые социальные блага. Принципиально это положение рабочих не изменяет, но живется им все-таки чуть легче, чем рабочим зависимых стран мира. Делает это империалистическая буржуазия отнюдь не по доброте душевной, такие чувства для нее чужды. Она стремится обеспечить себе в своей стране относительно спокойное существование и для этого делится со своими рабочими прибылями, тем самым снижая накал классовой борьбы и сдерживая рост революционного движения, угрожающего ее господству. Как видим, источник этого чуть лучшего материального положения рабочих стран капиталистического центра, тот же, что и у империалистической буржуазии, ограбления народов других стран. Присвоение их национальных богатств и безжалостная эксплуатация рабочих, нередко сопровождающаяся военной агрессией, кровопролитием, смертью сотен и тысяч людей, безжалостным подавлением освободительных движений, национальным гнетом и унижением. К странам капиталистического центра можно отнести США и старые капиталистические страны Англию, Францию, Германию. США, например, эксплуатируют и дуют с помощью печатного станка практически весь мир. Кроме того, они цинично грабят страны Ближнего Востока, которые подчинили себе военной агрессией или подкупом их правительств, получив взамен возможность полностью распоряжаться их драгоценными недрами. Англия, Германия и Франция превратили Евросоюз в инструмент финансовой кабалы и грабежа экономически менее развитых стран своих соседей. Но есть и другие страны, которые к странам капиталистического центра формально не относятся, но в которых пресловутый средний уровень жизни населения довольно высок. Это те страны, которые, оказывая ценные услуги монополистическому капиталу империалистических государств, участвуют вместе с ними в дележе сверхприбыли, полученной капиталистическими монополиями от сверхэксплуатации рабочих зависимых и развивающихся стран мира. Таковы, например, Швейцария – один из мировых финансовых центров, или офшорные зоны Люксембург, Сингапур и прочее. Еще одна группа стран, которую часто приводят в пример стран благополучных – скандинавские страны. Там действительно достаточно высокий средний уровень жизни. За счет чего он достигается? Оказывается, за счет того же грабежа стран третьего мира. К примеру, Норвегия – страна-экспортер сырья. Огромные доходы, причислен на малом населении, вполне позволяют местным монополиям. Не сильно тратясь на трудовой народ, обеспечивать себе довольно спокойную жизнь, не боясь особенно за свое политическое господство. Но высокие цены на нефть и газ оплачивают не кто-нибудь, а опять-таки рабочий класс европейских и развивающихся стран мира, с которого дерут три шкуры капиталисты, применяющие эти нефть и газ, включая их производные для своих производств. Или Швеция – страна, где базируются многие транснациональные корпорации, капиталистические сверхмонополии, занимающиеся грабежом всего мира. При низкой численности населения страны, налогов, получаемых государством от этих сверхмонополий, вполне хватает, чтобы обеспечить достаточно сносную жизнь своим трудящимся, которые при этом отнюдь не избавлены от эксплуатации и безработицы. Что из всего сказанного вытекает? О том, что ни о каком действительном благополучии трудового народа, составляющего подавляющее большинство населения всех стран капиталистического мира, и речи быть не может. Истинное благополучие и в материальном смысле, и в моральном, духовном трудовому народу, рабочему классу может дать только социалистическое общество. Только политическая власть рабочего класса, только общенародная собственность на все средства производства даст людям труда настоящее благополучие и процветание. И борьба за это общество есть главная задача каждого трудящего человека, который действительно стремится к благополучию. Подготовили Арито Танаян, Оксана Снегирь.